Имеются ли другие предложения по составу Президиума Верховного Совета СССР? Других предложений нет. Ставлю на голосование предложение об избрании председателя Президиума Верховного Совета СССР. Кто за избрание? Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Депутата Черненко Константина Устиновича, председателем Президиума Верховного Совета СССР прошу поднять руки. АПЛОДИСМЕНТЫ Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Депутат Черненко Константин Устинович единогласно избран председателем Президиумом Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Затем депутаты избрали первым заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР, кандидатов в члены политбюро ЦК КПСС, депутата Кузнецова. Избираются заместители председателя, секретарь и члены Президиума Верховного Совета СССР. Слово предоставляется генеральному секторю Центрального комитета КПСС, председателю Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, товарищу Черненко Константину Устиновичу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы хорошо понимаем, что это доверие обязывает нас отдавать все свои силы, знания и опыт служению родной партии Советскому народу, нашей социалистической Родине. АПЛОДИСМЕНТЫ Позвольте выразить вам самую глубокую признательность за высокую честь избрания председателем Президиума Верховного Совета СССР. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Полностью отдаю себе отчет в той огромной ответственности, с которой связано выполнение этих обязанностей в нынешний момент. Сейчас как никогда нужны крупные, тщательно взвешенные решения и большая организационная работа, чтобы значительно повысить эффективность экономики и на этой основе неуклонно улучшать условия жизни всех советских людей. Постоянной активности, твердости, последовательности в поиске путей к достижению разумных соглашений требует внешняя политика. Она направлена на то, чтобы преодолеть международную напряженность, обеспечить безопасность наших государственных интересов на международной арене, отстоять мир во всем мире. Во всех наших делах огромная роль принадлежит Верховному Совету СССР, его президиуму, постоянным комиссиям. Они проводят большую работу в области экономического и социально-культурного строительства, развития законодательства, внешней политики. Думается, что особое место в их деятельности сейчас должна занять работа по руководству советами всех ступеней, усилению контроля за исполнением принимаемых решений, за деятельностью органов управления, борьба за повышение дисциплины, организованности, ответственность на каждом участке работы. Здесь широкое поле для повышения активности и инициативы каждого депутата. Народные депутаты аккумулируют опыт, мудрость, творческую энергию народа. От их общего и индивидуального вклада зависит пульс работы нашего Верховного Органа Власти, ее действенность и эффективность. Так давайте же все вместе будем работать так, чтобы этот пульс бился ровно и четко, обеспечивая успешные решения задач нашего внутреннего развития, борьбы за мир и международную безопасность. В последнее время заметно поднялась трудовая и общественная активность массы. Это прямой результат той работы, которую мы развернули в области экономики и идейно-политического воспитания. Активно должны служить этой целью улучшение всех сторон деятельности Совета, работа по дальнейшему совершенствию, социалистической демократии, всей политической системы нашего общества. Как отмечалось на состоятельности вчера пленами ЦК, в работе Советов есть еще много неиспользованных резервов. И надо сделать все от нас зависящее, чтобы привести их в действие. Особо следует обратить внимание на роль, которую Советы могут и должны играть в наших хозяйственных делах, в совершенствовании системы управления экономикой. Важно, чтобы они активнее осуществляли свои контрольные функции, проявляли большую требовательность подотчетным организациям и должностным лицам. И законодательная, и исполнительная, и контрольная деятельность Советов должна служить организации и развитию энергии массы. Это требует и большего внимания к реальным интересам, запросам трудящихся и последовательного искоренения момента формализма. Казенщины, которые в работе Совета, к сожалению, еще есть. Думаю, будет правильно, если на ближайшую перспективу руководствующих установками 26-го съезда КПСС и последующих пленов Центрального комитета мы поставим перед собой следующую основную задачу. Настойчиво добиваться, чтобы конституционные права Советов использовались в полной мере, чтобы органы нашего народовластия на деле обеспечивали самое активное, сознательное, заинтересованное участие трудящихся в управлении народным хозяйством всеми делами общества и государства. В заключении, позвольте еще раз поблагодарить вас, товарищи, за высокое доверие и выразить уверенность, что в предстоящий период партии и весь советский народ добьются новых успехов в развитии экономики, подъеме культуры и благосостояния советских людей в укреплении всеобщего мира на земле.